Вдвое меньше площадка, легче мяч. В мини-футболе за два тайма по 20 минут нужно показать максимум своих способностей. Полузащитник и защитник, нападающий вратарь. Каждый игрок на своем месте делает все возможное для победы. Ловкость и быстрость. Возможность читать поле, видеть игроков. Техника должна быть отработана до идеала, до совершенства полного. Чтобы ты уже видел, куда дать пас. Тут даже каждую долю секунды играет огромный. Традиционный турнир по мини-футболу прошел в волейбольном центре. Переоценить важность физической культуры для детей сложно. Результаты тренеров и учителей радуют. Из раза в раз дети все лучше и лучше играют. Готовят хорошие учителя, у них физкультуры. И меня, как главного тренера такого специфического учреждения, меня очень радует, что дети все больше и больше занимаются спортом и физкультурой. Здесь все, как на профессиональных турнирах. От болельщиков в зале до спортивной формы. Эмоции на площадке бьют через край. Даниил признается, регулярные тренировки – это важно, но главное, чтобы команда играла слаженно. Мы тренировались очень долго, чтобы показать хотя бы какой-то результат. Я понимаю, что соперники сильные, но мы упорно тренировались и вот сейчас будем доказывать, что мы смогли достичь. И упорный труд принес свои плоды. Буквально в первой игре Даниил из команды «Надежда» отличился. Подарил своей команде сразу два гола. Но юноша уверен, расслабляться раньше времени не нужно. Впереди еще несколько игр. Было не совсем как-то весело, потому что все-таки соперники не такие прям сильные были для меня. А команде, которые играют чуть похуже меня, им было интересно, то бишь они что-то сделали за эту игру. А так эмоции просто голые и все. Команда «Школа надежды» заняла на турнире второе место. Но без медали и кубков из зала не ушел никто. К слову, главное здесь не победа, а общение и, конечно, соревновательный дух. Команда «Школа надежды»